Бандитский Петербург возвращается. Арестован начальник отдела Федеральной налоговой службы. В одном из банков Петербурга вскрыты ячейки. Воры изобрели способ обносить квартиры в посуточной аренде с помощью самоката. Как теперь купить квартиру, чтобы не оказаться на бандитской малине или в гетто? Смотрите видео до конца. На карте покажу благоприятные и неблагоприятные районы Петербурга для проживания. На днях произведен арест начальника отдела управления Федеральной налоговой службы Дмитрия Васильева, который в 90-е был членом банды Андрея Маленького. По данным следствия, Васильев лично расстреливал людей в лихие 90-е. Самое интересное, что когда Васильева назначали на службу в налоговую инспекцию, информация о том, что он в свое время был членом банды, была открыта. И тут встает вопрос, куда смотрели проверяющие службы? О, сюжет! А? Сюжет, да? Главарь этой банды Андрей Маленький был не какой-то там рецидивист со стажем, это был комсомольский вожак. Маленький – это кличка, настоящая его фамилия Валов, и он в свое время руководил всеми комсомольскими стройотрядами города Ленинграда. Вот такие вот они, настоящие комсомольские перевертыши. Вы скажете, что ты теребишь прошлое? Это все дела давно минувших дней. Да дело в том, что бандитский Петербург никуда не уехал, он просто немножко перекрасился. Да, веселенькие истории ты на ночь рассказываешь, совсем не жалеешь старика. Теперь важная информация для любителей сейфовых ячеек. В одном из Банка Петербурга вскрыты сейфовые ячейки, из которых похищено имущество, внимание, на 1 миллиард рублей. Со слов Банка, хранилище было оборудовано королевской защитой с многоступенчатой системой идентификации посетителей. Эта фирма предоставляла услуги по сохранности ничего-нибудь, а короны королевы Елизаветы. Однако вор смог установить в сейфовом хранилище видеокамеру, с помощью которой считывал все коды, которые вводили посетители этих сейфовых ячеек. Банку и владельцам сейфовых ячеек в своем роде повезло. Один из посетителей совершенно случайно пришел на следующий день в сейфовое хранилище, где и обнаружил пропажу. В результате по свежим следам наши правоохранительные органы смогли задержать гражданина Молдавии, который, как оказалось, действовал не один. Это с его-то слов. Ну и это понятно. Для того, чтобы проникнуть в сейфовое хранилище и вскрыть ячейки, нужно иметь подельников, которые тебе сообщат, что, где вот, пожалуйста, здесь что-то лежит, и организуют тебе доступ, следствие разбирается. Конечно, всех волнует вопрос, а кто эти люди и где они взяли? Для того, чтобы хранить в ячейках кто 250 тысяч долларов, а кто бриллиантов на целый миллион долларов. Примечательно, что воры в Петербурге становятся все более изобретательными. Так, 69-летний рецидивист со стажем придумал способ обносить квартиры, которые сдаются в посуточную аренду, с помощью самоката. Он на сайтах выискивал хайповые квартиры, которые сдаются в посуточную аренду, и арендовал эти квартиры на сутки. Естественно, получал от собственника ключи, с которых делал дубликат. После этого рядом с квартирой ставил свой самокат, на котором была установлена видеокамера, которая передавала ему в режиме реального времени изображение на его смартфон. В результате вор мог наблюдать, как в квартиру входят и выходят люди. И когда очередной турист выходил на прогулку по Солнечному Петербургу, вор с помощью поддельных ключей подбирался в квартиру и выносил из нее все ценные вещи. Вот вы когда выбираете себе квартиру, о чем думаете? Ну, наверняка о цене, о метражах, о районе, о близости метро, о том, куда будут выходить окна, и чтобы обязательно был парк, школа и так далее и тому подобное. Но вы совершенно не задумываетесь о том, а насколько удобно будет жить в этом районе, где находится квартира, которую вы хотите купить, с точки зрения безопасности, с точки зрения криминогенности этого района. И вот об этом я вам сейчас расскажу на карте Петербурга, приведя конкретные примеры, где сколько происходит правонарушений в Петербурге, в каких районах и микрорайонах. Напомню, что я и мое агентство Бенуа оказывает услуги по продаже и покупке недвижимости, не забывайте подписываться на мои телеграм-каналы «Инспектор новостроек» и «Щегельские недвижимости без сиропа», ссылка на которые находится под данным видео. Ну, а теперь идем по Петербургу, по районам, и я вам покажу, где жить безопасно, а где небезопасно. Первое, что всех должно интересовать, это, наверное, количество зарегистрированных уличных преступлений. Понятно, что уличное преступление – это достаточно широкий спектр правонарушений. Сюда относятся кражи, оборот наркотиков, грабежи, умышленное причинение вреда здоровью, хулиганство, разбой, убийство, изнасилование. То есть это фактически все преступления, которые совершаются на улице. И здесь по карте видно, какое количество преступлений приходится на среднестатистического жителя из расчета на 100 тысяч жителей. И мы видим, что самым криминогенным является Центральный район. На втором месте идет Кронштадтский район. Это остров Котлин. И здесь количество преступлений на единицу жителей может быть обусловлено тем, что количество жителей вообще, в принципе, в Кронштадтском районе невелико. Но, тем не менее, видно, что практически все центральные районы, за исключением Василия Островского, находятся в зоне, так сказать, риска получить какому-нибудь прохожему в отношении себя какое бы то ни было уличное преступление. Соответственно, Петродворцовый, Кировский, Колпинский районы получаются у нас самые некриминогенные с точки зрения уличных, прошу заметить, зарегистрированных преступлений. А это уже карта общего уровня преступлений, то есть все преступления, зарегистрированные на 100 тысяч жителей в Петербурге. И здесь мы видим, ну, понятно, что красными отмечены самые, так сказать, жесткие по преступлениям районы, а зеленым цветом отмечены минимально криминальные районы Петербурга. Ну и, соответственно, здесь видно, что тройку лидеров по криминогенности занимает Центральный, Адмиралтейский и Петроградский район, причем Центральный район находится далеко впереди. Ну а по минимальному количеству преступлений на 100 тысяч жителей отмечены районы Приморский, Калининский и Пушкинский. Вот такие дела. То есть, если Вас интересует, конечно же, общая криминогенная ситуация, то здесь видно, какие районы в этом плане являются наиболее безопасными, либо опасными. А это карта с таблицей, где в Петербурге происходит наибольшее и наименьшее, соответственно, количество карманных краж. Традиционно на первом месте находится Центральный район, но это и понятно, здесь самое большое количество скопления людей в разных местах, торговые центры, улицы, там Невский проспект, музеи. Странно, что второе место занимает Выборгский район, где вообще нет никаких исторических памятников, которые бы очень сильно привлекали, соответственно, посетителей. Далее на третьем месте идет Невский район. Ну а по наименьшему количеству краж мы видим карманных краж. Это Колпинский, Кронштадтский и Курортные районы. Также можно отнести и Пушкинский, и Петродворцовый, потому что мы здесь видим количество карманных краж просто исчисляется какими-то несчастными единицами. Ну и какая же преступность без участия мигрантов? Это карта, на которой указаны районы и количество преступлений на 100 тысяч жителей, которые совершают иностранные граждане в Петербурге. Самыми безопасными в этом отношении являются Кронштадтский, Петродворцовый, условно-красногвардейский курортные, Пушкинские районы, ну а самыми опасными – Центральный, Петроградский, Адмиралтейский и, что странно, Кировский район, где практически нет никаких исторических мест, но есть большое количество предприятий и промзон. В каком районе Петербурга больше всего проблем с наркотиками? И вот здесь мы видим таблицу, из которой видно, что лидерами являются Невский, Калининский, Выборгский, Фрунденский, Красногвардейский, Приморский районы, а меньше всего наркотиков в Кронштадтском, Курортном, Пушкинском районах. Вот такая вот ситуация у нас с наркоманами по Петербургу. Одно дело – фиксировать, регистрировать правонарушения, а другое дело – их раскрывать. Понятно, что, конечно же, тем, в отношении кого правонарушение совершено, с одной стороны, уже как бы и не очень-то и легко, с другой стороны, легче потерпевшему, когда преступление раскрыто. И вот здесь карта раскрываемости преступлений по районам. И она, как вы видите, поменялась. Центральный район из лидеров по регистрации правонарушений спустился на четвертое место по раскрываемости. То есть раскрываемость здесь намного лучше, чем в таких районах, как Невский, Красногвардейский и Выборгский. Ну а лучше всего раскрываются преступления, как видно, в Пушкинском, Кировском и Курортном районах, которые отмечены зеленым цветом на карте и в таблице. Теперь от статистики по раскрываемости преступлений плавно перейдем к мнению жителей. Был проведен опрос. Среди всех жителей Петербурга по районам было выбрано 600 респондентов, которым был задан один вопрос. Какой район Петербурга они считают самым безопасным? В результате появилась вот такая карта об уровне безопасности районов Петербурга по мнению его жителей, ну, либо тех людей, которых опросили на улице. В результате получилось, что самыми опасными жителей считают Кировский район и Невский район. Они отмечены на карте. Кировский район получил уровень безопасности 20%, а Невский район уровень безопасности 26,5%. Ну а самыми не опасными оказались, как ни странно, центральные районы. Петроградский, Василиостровский, Центральный, Адмиралтейский, ну, понятно, соответственно, Пушкинский, Красноприморский и курортные районы, вместе в том числе и с Выборгским районом. Вот такое мнение высказали жители, которых ополоросили на улице. Ну, как говорится, безопасность безопасностью, и очевидно, что меньше всего криминогенная ситуация на Северном полюсе. Но люди выбирают не только безопасные районы, но и самые комфортные районы для жизни. И вот аналитики премии Urban Awards провели исследование, какие же районы Петербурга являются самыми привлекательными для покупателей. При составлении этого рейтинга были проанализированы все вопросы с точки зрения развития социальной инфраструктуры, обеспеченности детскими садами, школами, вузами, спортивными объектами и торговыми центрами. Кроме того, был учтен и фактор благоприятной экологической обстановки, то есть наличие или близость парков. Каждый критерий оценки получил свой весовой коэффициент в соответствии со значимостью для покупателя. В результате появился вот такой вот рейтинг наиболее комфортных районов для жизни семей с детьми. Первое место занял Пушкинский район, Московский и Центральные районы поделили второе место, третье место поделили Выборгский и Петродворцовые районы. А районы с наименьшим комфортом для жизни оказались Фрунзенский, Василиостровский, Колпинский, Кировский и Красногвардейские районы. Вот такая вот ситуация по криминогенности и комфорту по районам проживания в Петербурге. Думайте, как говорится, сами, решайте сами. Для вас представлю информацию, из которой вы можете уже сделать какие-то выводы, если вы не знаете город Петербург, но хотите здесь жить, в каком районе вам лучше купить квартиру. Те, кто хотят купить или продать квартиру в Санкт-Петербурге или Ленинградской области, на вторичке или в новостройке, обращайтесь. И специалисты моего агентства недвижимости Бенуа и я лично с радостью окажем вам такую услугу, оформим сделку, проверим квартиру. Спасибо всем, кто досмотрел данное видео до конца. Я думаю, оно было вам полезным. Пишите в комментариях, как обстоят дела в ваших городах с криминогенной ситуацией. И не забывайте писать, про какой город вы пишете. Ну и пока, всем пока! Без сиропа.